Гайвер или Мутроникс. Амбициозный проект стоимостью почти в 3 миллиона долларов. В продюсерах Брайан Юзна и режиссеры Стив Вонг и Скриминг Мэтт Джордж. Они объединились, чтобы создать из культового японского аниме Гайвер нечто крутое, по крайней мере они рассчитывали на это. По сюжету, молодой человек обнаруживает очень странное устройство, которое по воле случая сливается с его собственным телом, превращая его в существо, покрытое биоброней. Вскоре появляются странные монстры, которые пытаются вернуть устройство. Постепенно выясняется, что за всем этим стоит зловещая корпорация, желающая заполучить свою собственность, которая, как опять же выясняется, имеет инопланетное происхождение. Фильм изначально задумали японские инвесторы, которым была просто необходима помощь со стороны заокеанских продюсеров, дабы найти путь к сердцу американских зрителей. Сопоставив бюджет, саму тему будущего фильма и концепцию вообще, они обратились к Стиву и Джорджу. В свою очередь, те посоветовали обратиться к Брайану Юзне, так как оба уже сотрудничали с ним в плане создания специальных эффектов к фильмам, которые он продюсировал и режиссировал. Сам Юзне признавался, что когда сел за изучение материала, то казался просто очарован всей этой инопланетной мифологией. Конечно же, инвесторы знали фильмы Юзны, такие как «Невеста реаниматора» и «Сообщество», где тот показал себя очень креативным продюсером и постановщиком. К тому же японцы польстились на умение Юзны работать с небольшим бюджетом. Опытный взор Брайана Юзны постоянно подгонял съемочную группу, чтобы все успеть вовремя. Также повезло, что постановщики уже имели в своем активе множество наработок и эффектов, которые и воплотили в своем фильме. В киноленте множество колоритнейших актеров, например, Майкл Берриман, сыгравший злодея по имени Лискер. Этот актер поистине служит украшением любого фильма из-за своей нестандартной внешности. Марк Хэмилл. Одна из причин, почему Марк Хэмилл сыграл в этом фильме, это его сыновья. Когда ему прислали сценарий, он его прочитал, и, как вспоминает, в нем совершенно не было смысла. Но он знал, кто такие Стив Бонг и Скриминг Мэтт Джордж, и поэтому согласился встретиться в их американской мастерской. С собой он имел неосторожность захватить и сыновей. Представшая взор у подростков картина их впечатлила. Повсюду в мастерской были монстры из фильмов ужасов и фантастических фильмов, а также зоаноиды и концепты из грядущего фильма «Гайвер». Дети насели на отца, и ему пришлось согласиться на участие, ради них большей частью. Многие фанаты его спрашивали, почему он согласился на эпизод, где превращается в ужасного зоаноида-краба. На что Марк отшучивался. «Эй, вы посмотрите, это же словно метаморфозы Франца Кавки». И это вторая причина, по которой он снялся в этом фильме. Еще один запоминающийся актер в фильме – это Дэвид Гейл в роли главы корпорации Балкуса. Этот актер английского происхождения явно знает, как нужно играть злодеев. Гнев Балкуса воплощается на экране с помощью его третьего глаза, которым он манипулирует своими подчиненными. Как вспоминает актер Дэвид Гейл, «Это впечатляет, что у тебя есть телепатическая сила, которая может припирать людей к стене. Это невероятная способность». Также актер отметил, что ему понравилось играть некоторые комедийные нотки в его роли. А поскольку у него был очень большой театральный опыт, то роль игралась довольно-таки легко. Любопытна сцена с участием актера Джеффри Компса, который здесь играет персонажа по имени Доктор Ист, почти что Доктор Уэст из «Реаниматора». Брайан Юзна намеренно вставил в один кадр Дэвида Гейла и Джеффри Компса – своеобразная дань ленте «Реаниматор». Как вспоминали актеры и съемочная команда, самое ужасное время – это были съемки в бассейне реки посреди Лос-Анджелеса, где обитали толпы бездомных бродяг, хищно взиравших на кинематографистов и пытавшихся украсть хоть что-то из реквизита, чтобы затем разжиться выпивкой или наркотиками. Брайан Юзне пришлось увеличить расходы на охрану. Фильм пытается предстать одновременно во всех жанрах сразу, но ему это практически не удается. Уже сняв картину, авторы пошли на ухищрения. Подобно итальянским кинематографистам или владельцам Грайнхаус-кинотеатров, на постере к фильму изобразили Марка Хэммела в «Броне Гайвера», хотя Гайвера сыграл актер Джек Армстронг. И все же, почему фильм не очень удачен по мнению критиков и многих зрителей? Дело в том, что и Стив Вонг, и «Скримминг» Мэтт Джордж – суперпостановщики спецэффектов, но они совершенно в то же время не дотягивали до уровня работы с актерами. К тому же Стив Вонг не на шутку зарубался с Брайаном Юзной, так как Юзна больше хотел сделать фильм, ориентированный на детей и подростков, в то время как Стив пытался сохранить дух оригинального аниме. Болтаясь от жанра к жанру, фильм Гайвер не получился идеальным, каким его задумывали создатели. И цитируя Стива Вонга, Гайвер получился откровенно дерьмовым. Но какой бы он не получился, японцам понравилось сотрудничество с Юзной, и они решили продолжить с ним работать. В «Плачущем убийце» с Марком Дакаскасом, и на «Никарномикон. Книга мертвых», знаменитой антологии ужасов. Также в свою очередь инвесторы остались довольны проделанной работой Стива Вонга в плане спецэффектов и делегировали его на создание второй части, где он уже был полноправным режиссером, так как скриминг Мэтт Джордж отказался от постановки. Гайвер все же несет в себе блестящую работу с практическими эффектами от создателей оригинального «Хищника». Несмотря на неуместные сцены вроде глупого и неуместного рэпа Страйкера, в фильме чувствуется рука Брайана Юзны. У фильма, несмотря на показушное веселье, мрачная атмосфера, дополненная необычной музыкой Мэтью Морса. Да, вторая часть, конечно же, лучше в техническом плане, в плане экшена и прочего. Но Гайвер 1991 года все же является культовым кино. Не совсем удачным, но все же запоминающимся. Напоследок расскажу забавную историю от одного из актеров этого фильма – Джимми Уолкера. В США, кроме его ролей в кино и шоу, Уолкера знают как популярного стендап-комика. Джимми рассказывает, как попал в этот фильм. Меня заприметили две телки из Японии и вскричали «Нам нужен этот дикий, сумасшедший, коварный типаж! Кажется, хотели снимать какой-то японский комикс. Я даже не знал, что это за хрень такая Гайвер, но японцы прутся от него. Это у них великая и почитаемая вещь». Звездой того фильма являлся парень из «Звездных войн» Марк Хэмилл. И японцы от него тоже перлись, они его буквально боготворили. Итак, мы сняли всю эту билиберду. Особенно отстойной были те ночи, где мы бок о бок были со всеми этими бомжами из канализаций. В своей жизни я готов поболтать с фанатами о своем творчестве, о музыке, о кино, да о чем угодно. Но примерно раз в неделю находится какой-нибудь парень, который появляется с плакатом или картинкой Гайвера, или что-то в этом роде. Все остальные одинаковы. «О, я любил ваше шоу, вырос на нем». Но эти фанаты не такие. С плакатом Гайвера подходят ближе и, понижая голос почти до шепотов, произносят. «Я смотрел Гайвер. У меня есть все издания его на видеокассетах, DVD-дисках и Blu-ray. Я смотрю его каждую неделю». «Черт, в каждом городе, куда я приезжаю, есть такой парень». Я всегда говорю своим вышибалом. «Ребята, присматривайте за этим чуваком на концерте. У него может быть пистолет. Ему нравится Гайвер. Он явно больной ублюдок». На этом я закончу свой обзор. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Удачи!